Время спортивных известий. У вас нет шанса оторваться от экрана. В студии Александр Шариков. Здравствуйте. И с начала от дзюдо Назар Висков стал бронзовым призером международного кадетского турнира в Словении. 16-летний харьковчанин, представляющий спортивный клуб олимпийских видов борьбы юридического университета, занял третье место в весе до 60 килограммов. Висков выиграл пять встреч. Единственное поражение потерпел от будущего победителя турнира из Казахстана. В поединке за бронзу он одолел местного дзюдоиста. Готовил Назара к соревнованиям его отец и тренер Дмитрий Висков. Пятеро харьковских боксеров пробились в четверсинальную стадию молодежного чемпионата Европы, который продолжается в Черногорской Будве. Кайдеру Абдураимову, выступающему в весовой категории до 54 килограммов, средневесу Александру Балабину и полутяжу Матвею Рожбе, в понедельник вечером присоединились Руслан Цикало и Вячеслав Бригаденко, представляющие КДС США ХТЗ и школу высшего спортивного мастерства соответственно. Цикало в поединке за четвертьфинал в весе до 57 килограммов противостоял израильтянин Халет Бадир. Впрочем, противостоял он недостаточно убедительно. Проявить свое лучшее качество Бадиру не удалось. Воспитанник Романа Черникова и Богдана Даниленко полностью хозяйничал на ринге и судьи объявили его победителем единогласно. За выход в полуфинал Цикало сразится с белорусским полулегковесом Ефимом Аверченко. Вячеслав Бригаденко дальнейшее продвижение по турнирной сетке в категории до 71 килограмма продолжил поединки с литовцем Амосом Казакевичусом. Бой получился сложным. После финального гонга мнения судьи разделились, но трое из пяти отдали предпочтение харьковскому боксеру. Следующим соперником ученика Сергея Данильченко и Виталия Ярового будет Сэм Маравати из Финляндии. Четвертьфиналы пройдут в среду. 21 октября на ринг выйдет Вероника Накота, которая гарантировала себе как минимум бронзовую медаль, весе до 70 килограммов. Легион-13, чемпион Украины по регби-лиг. 13-ю по счету победу в главном национальном турнире харьковчане оформили в родных стенах в финале Суперлиги с львовскими тиграми. Откладывать решение главной задачи в долгий ящик хозяева не стали и быстро ошарашили приезжих регбистов двумя попытками, которые реализовал капитан легионеров Александр Скорбач. 12-0. Выдав суперуспешный дебют, подшефные Геннадия Веприка взяли небольшую паузу, но даже без результативных действий игра в их исполнении смотрелась. Переведя дух, харьковчане продолжили осаду владений тигров и выиграли первый тайм сухую. 32-0. 12 игровых очков принес Скорбач. Спасибо ребятам, что они помогали. Результат не я заработал, а мы заработали командой. Так что это команде, тренерскому составу всем спасибо за подготовку к этому чемпионату, к этому финалу. Во второй половине революции на стадионе «Динамо» ожидаемо не произошло. Даже несмотря на то, что после возобновления игры львовяне усилиями Валентина Корчака совершили попытку с реализацией от 16-летнего Александра Кирсанова. Харьковские регбисты быстро навели порядок и увеличили преимущество до 52-х очков. Гости надо отдать им должное, не капитулировали и все тот же Кирсанов порадовал тигров еще одной попыткой, которая, впрочем, ничего не изменила. Легионеры выиграли 66-10 и уравняли число в названии команды с количеством чемпионских титулов. 13-кратные. Меня радует одно, что у нас появляются молодые ребята и вот сейчас даже с нашей академии регби Харьковской области идет подпитка. Я думаю, в следующем году уже человек 5-6 будет играть за легион. Поэтому в этом плане меня перспективы радуют. Потому что все-таки мы не сидим на старом багаже, все идет по плану, так что мы развиваемся. Вот это самое важное. Львовские тигры удостоились серебряных медалей. Лучшими игроками финального матча Суперлиги были признаны Александр Скорбач и Валентин Корчак. Легион 13 выиграл в нынешнем сезоне еще и Кубок Украины оформил 10-й победный дубль в истории. Вкупе с 17-м чемпионством Олимпа по регби 15 и 12-м по семерке – это просто фантастика. Харьков – регбийная столица. Секрет в наших тренерах, в тренерах сборных, в тренерах наших харьковских клубов, которые – это высококлассные специалисты, заслуженные тренеры. И в первую очередь спасибо им за наши достижения и, конечно же, наши выдающиеся спортсмены. Приятно, что это остается неизменным. Пальму первенства мы это будем сохранять и, конечно же, будем совершенствовать нашу спортивную инфраструктуру, чтобы все национальные сборные Украины, все сборы, все проводить в городе Харькове по возможности. И, конечно, принимать международные матчи. Бронзовыми призерами чемпионата Украины по регби-лиг стали хмельницкие орлы. Волчанск одержал шестую победу в чемпионате Украины по футболу во второй лиге. В домашнем поединке 14-го тура «Волк» и Андрея Березовчука обыграли Никополь 2-0. Оба гола хозяева провели во втором тайме. На 75-й минуте мяч в цель отправил Егор Коваленко. На 78-й отличился бразильский ховбек Луан Мартинс. В таблице группы «Б» Волчан занимает шестое место. Дебютант второй лиги набрал в 14 матчах 21 очко. В седьмом туре футзальной экстралиги Украины «Вива Кап» встречался в суммах с одноименным клубом. Первый тайм остался за харьковчанами, которые забили предпоследней команде таблицы три безответных мяча. Дмитрий Бондарь открыл счет на второй минуте, на шестой перевес удвоил. Еще один ветеран отечественного футзала Денис Овсянников. В середине тайма преимущество до крупного довел Ярослав Змеевской. После отдыха кардинальных изменений на площадке не произошло. Харьковские футболисты владели инициативой и, как и в первой половине, провели три гола. Правда, в чужие ворота только два. Владислав Сорокин выстрелил дуплетом на 25-й и 37-й минутах. А вот Овсянников огорчил вратаря собственной команды. Не беда, 5-1 – это самая крупная победа «Вивака» в сезоне. Набрав в шести матчах 10 очков, харьковчане поднялись с таблицы с шестого на четвертое место. Единоличный лидер регулярного чемпионата «Ураган» из Ивана Франковска имеет 17 турнирных баллов, но он и сыграл на один матч больше. Рула в отвыездном матче 11-го тура Украинской хоккейной лиги выяснял отношения с «Соколом». Вопреки неутешительным прогнозам, харьковчане дали бой лидеру таблицы, но вот разжиться турнирными очками не смогли. В первом периоде соперники обменялись голами. На 16-й минуте белорусский форвард Антон Елисеенко вывел киевскую команду вперед. Перед самым перерывом Евгений Секирко восстановил стартовое равновесие. На 22-й минуте другой форвард викингов Филипп Лобков реализовал большинство, но в ответ «Соколята» забили две шайбы. Отличились Алексей Платонов и Андрей Михнов. В начале третьего периода харьковчане получили численный перевес и на 42-й минуте разыграли лишнего. Сравнял счет Лобков 3-3, однако паритет был недолгим. На 45-й минуте быструю атаку столичной команды точным броском завершил 18-летний нападающий Данил Коржелецкий. В оставшееся время гости не оставляли попыток спасти ситуацию. В концовке Игорь Шаманский заменил вратаря на шестого полевого игрока, но не помогло. Поражение 3-4. В таблице руловод остался на седьмом месте. От «Сокола», который возглавляет турнирную гонку, харьковские хоккеисты отстают на 14 очков. Пятницу они померяются силами в домашнем матче с четвертой командой «УХЛ» Мариуполем. А вот такие сегодня известия. Спасибо за внимание к спорту. Успехов вам, хорошего настроения и до встречи.